Заказал не думая, после прочитал отзывы и в основном пишет, что это не термометр, а генератор случайных чисел. Я сначала расстроился, а потом еще как сильнее расстроился, выбросил 2000 рублей на ветер. Но я ошибся, просто измерять нужно правильно. Всем привет! Имея ртутный термометр дома, то есть ртутную бомбу, не знаешь, когда в очередной раз случится острое отравление парами ртути. И виноват будет отнюдь не ребенок в расколе резервуара с ртутью. Да и чтобы измерить температуру ртутным термометром, нужно выждать 5-10 минут, это не всегда удобно. Хотя так себе придирки, просто в последнее время куда бы ни пришел, везде измеряют температуру бесконтактным инфракрасным термометром за секунды. Очередной мейнстрим, подумал я, ковид, ответили мне в ответ. Выбор пал на инфракрасный термометр Xiaomi iHealth FDIR V14, он же PT3. Заказывал на сайте Алиэкспресс, ссылка в описании под видео. Раскитайчивая! Приятный сюрприз, это вот такой жесткий чехол для термометра, которым его будет удобно хранить и брать с собой, например в путешествия. Фирменная белая коробочка пережила не лучшие моменты в жизни. Пытаемся понять китайский язык. Вы тоже это слышите? Вот что бывает, если часто заказывать из Китая посылки. Еще год и я буду разговаривать на китайском языке. К счастью, цифры не написаны прописью и кое-что можно понять. Диапазон измерения от 32 градусов до 42,9 градусов. Точность измерения в диапазоне от 35 до 42 градусов в пределах плюс-минус 0,2 градуса. Дата изготовления 20 мая 2020 года. Нас радостно встречают инструкции и брошюрки на китайском. Краткий ликбез в виде картины, как в период палеолита, обучают нас в три этапа пользоваться устройством. Направить термометр к центру лба и держать на расстоянии менее 3 сантиметров. Слегка нажать на кнопку, чтобы начать измерение. После успешного измерения термометр завибрирует и на экране появится измеряемая температура. Полная инструкция на русском языке в описании под видео. Пользуйтесь, товарищи! Есть выемка под батарейки, но самих батареек нет. Но об этом было написано у продавца на странице товара. Срываем пленку. Термометр выполнен в белом цвете. На лицевой глянцевой части расположена надпись iHealth. Одна кнопка и светодиодный экран LED. В выключенном состоянии его не видно. Форма устройства невероятно удобная, лежит в руке хорошо. На задней стороне выпуклой части находятся два отверстия. Это датчик температуры и датчик расстояния. В нижней части расположился отсек под две мизинчиковые батарейки, типа 3А. Встроенный немецкий термодатчик Heiman точно распознает инфракрасные лучи, испускаемые телом человека, на основе чего производит измерения. В течение секунды после нажатия кнопки термометр производит 100 замеров. Благодаря специальному алгоритму обработки данных точность измерения гарантирована. Это заявление производителям. Кроме термодатчиков, в прибор встроены улучшенные датчики расстояния температуры комнаты, а также компенсационный датчик температуры окружающей среды. Они позволяют в реальном времени отследить изменения в окружающей среде и максимально снизить их влияние на измерение температуры тела, чтобы гарантировать точность результатов. Датчик расстояния непрерывно контролирует расстояние от порта сбора данных до лба и самостоятельно прекращает измерения при выходе из диапазона 3 см. Измерил температуру тела ртутным термометром в подмышечной впадине 36,6 градусов. Норма температуры у каждого индивидуальная, и в разных частях тела разная температура. Областью измерения температуры данного инфракрасного термометра является только лоб, но замерим температуру и в других частях тела. Нижняя треть приплечья. Наводим и нажимаем кнопку. Измерение производится за секунду. Температура в пределах нормы. Термометр удобно держать в руке и следить за измерением. Ладонь. Наводим, нажимаем. Через секунду прибор вибрирует, и сразу можно повторно использовать. Подмышечная впадина. Можно бесшумно измерить температуру спящего ребёнка. Язык. Температура в норме. Отклонение в пределах, заявленной производителем. Лоб. Ещё раз. Врёт. Неужели всё так плохо? В комментариях пишут, что этот ИК-термометр – генератор случайных чисел. Давайте разбираться, так ли это на самом деле, или просто люди не соблюдают ряд условий. Надо сказать, что термометр прошёл более тысячи клинических лабораторных испытаний. Получил сертификацию CFDA – это Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая. Ныне NMPA – Национальная администрация медицинской продукции. У нас это Росздравнадзор. Почитаем инструкцию и найдём ответ на нашу проблему. Прежде чем измерять температуру, убедитесь, что на лбу нет косметики, пота, крема и т.д. У меня на лбу виден жирный блеск. Протёр салфеткой насухо. Повторно измеряем. Температура в норме. Ещё раз. И ещё. Отлично. Получается, что покупая инфракрасный термометр в 21 веке с продвинутыми разработками, всё так же необходимо соблюдать ряд определённых условий для точного измерения, как и с использованием ртутного термометра. Вывод здесь один. Если хотите точно измерить температуру инфракрасным термометром, соблюдайте условия, прописанные в инструкции. От этого никуда не деться. На этом всё. Не болейте, читайте инструкции, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!